МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, толерадой о компании Гомель, у студии працуи Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Газификация и станция обезжалезывания воды, зворот допомощника президента, да помог вырошить проблемы же хоровезки у Хойницким районе. Сказано, зроблено, шиновать память про ветеранов не только словами вырошили гомельские волонтеры. Послание з минулого фронтовые листы пропанують прочитать на выставе у Гомели. А зараза б гэта меньшим, больш падрабязна. До леташних новогодних свята у ГАЗ, до селетних чистая вода. У Агрохратку Гленища Хойницкого района ясчэ год тому не было ни того, ни другого. Зробить житёв своих адновязковцев больше комфортным и лёгким вырошил мясовый жихар Василь Коральчук. Як гэта отрымалася, доведалася Марина Северьянова. На уезде у Агрохраток Гленища Хойницкого района Будовля. Тут будет станция обезжалезывания. Идай до помахчевья с колцем, корыстаться чистой водой пришла до мясового жихара Василя Коральчука два годы тому. Але перевышение утроманью воде железа – ни одна проблема Гленища. Агрогородок не был газификованы. Иж тым мясовое населенство старые. Запаса текают дровы многим не по кишень и не по силах. Василь Коральчук вырошу шукать допомоги на областном узровне. Записался на приём до помощника президента Республики Беларусь инспектора по Гомельской области Юрия Шулейки. И у назначенный час поехал просить за мясовых. Вода очень плохая. Провышение уровня железа стаяло более чем в шесть раз. Значит, и слава богу, этот вопрос благодаря помощнику президента по Гомельской области Шулейке Юрию Витольдовичу. Этот вопрос решился. Значит, в декабре прошлого года произошла полная газификация населенного пункта. В этом году по программе в четвертом квартале будет закончено строительство станции обеззалеживания. Причем подводки для газа с улицы у домы жихарам оплоршивать не пришлось. Всё сделали за державный рахунок. Одинные расходы обсталевать всё своим домовладанием. Сумма для такой глобальной справы ледь доходила до 500 рублей. Мясовые подлечили экономию. Зараз управление с обогревом жилья старым способом в 2-3 раза. Зараз дровы жихары рыхтуют у основных только для бани. Другий из ворот Василя Корольчука отыщился чистой воды. Усим санитарным нормам и она отповядала. А вот узровень железа был мощно перевышенный. 15 декабря мы планируем, что эту работу будет выполнена уже. И на втором этапе мы ещё сделаем уже в следующем году дополнительно к этому. Построим водонапорную башню и заменим водопроводную сеть. У Глиниши и так пришла бы чистая вода. Одноименная программа планомерно реализуется в Гомельской области. Но инициативность Василя Корольчука допомогла вырешить проблему больше худка. Вот так и держался, что летом, как раз до Нового года, в Глинишах появился газ. Всю лето до зимового свято с крана употребляет чистая вода. Это станет наилепшим подарунком для мясовых жихаров. Марина Северьянова, Сергей Лукашук. Телерадио компания «Гомель», Хойницкий район. До речи, у четверг, 19 листопада, помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко проведет промую телефонную линию. Я на пройде у кармянскими райвыконками с 10 до 12.01. Пытания будут приматься по номеру телефона у карме 2-11-20. До других тем. На переды дни у Гомеля подчас несанкционованного мероприемства 21-годовый жихар города спробовал перешкодить супрацовницы милиции фиксовать на видео, где не протестующих. Молодый человек выбил из рук женщины мобильный телефон. Он упал и разбился. Гомельчанин хотелось бегче, але его затримали и доставили в районный отдел внутренних справ. Назвать причины своего учинку хлопец не смог. Молодой человек, назовите свои фамилии и имя, отчество. Узбуджена криминальная справа за применение насилия у относинах до супрацовника милиции. Максимальное покарание, продугледженное артыкулом «Позбавление воли» термином до 6-ти годов. Колькость хворых на коронавирус что дня протягивает расти. Каб заповолить этот процесс и снизить нагрузку на медустановы, санитарные и эпидемиологические службы закликают грамадян выполнять масочный режим. Обовязково пронять маски треба при выходе в магазины и объектах громадского харчавания. Аптеки, поликлиники, школы, отделения банков, совязи, пошты и громадский транспорт. Такое решение выкликано тем, что некоторые игноруют социальную дистанцию и гребуют элементарными правилами профилактики. Контроль за выполнением масочного режима ускладен на санитарную службу. На сегодняшний день ответственности за нарушение масочного режима физическими лицами гражданам не предусмотрено. Вместе с тем хочу обратить внимание руководителей субъектов хозяйствования на необходимость организации выполнения вышеуказанных требований. Также хочу перечислить основные правила, которые помогут снизить риск инфицирования вирусными инфекциями, в том числе и коронавирусной инфекцией COVID-19. Соблюдайте гигиену рук, регулярно проводите влажную уборку, соблюдайте респираторный этикет, не посещайте многолюдные места, ведите здоровый образ жизни и если при появлении респираторных симптомов сразу вызывайте врача на дом. Ушановывать память об ветеранах. Гомельские волонтеры добро упродковывают похование удельников Великой Айчинной войны. Праца начинается с пошуков у допомогу, спис и даты на надмогильных каменях. Похование ветерану есть практически на кожных могилках, олени за всеми доглядают. Это подполковник авиации. Всю жизнь пролетал, всю войну пролетал на бомбардировщике. Вектор Бокин вызвал Гомель. Узнагородженный орденом Айчинной войны первой и другой ступени и трыма орденами червоной зорки. Добро упорядковать его могилу попросили у Совете ветеранов. Зродных только пожелая удова, якая не выходит с дому. Это делает добрее поколение, которые не застали войну. Естественно, на душе исключительно положительные эмоции, потому что эти люди многое сделали для того, чтобы мы сейчас даже с вами стояли здесь. Был фронтовик на передовой обоутыле у Сёруна. Перамога одна на усих. Працуют активисты и по заявках, да помогают тем, кто по разных причинах не может приехать на могилки. Для тех, кто уже, как говорится, уже в возрасте, уже не могут и ходить, и сами себя обслуживать. Поэтому этот момент очень важен, это необходимо. Новые прозвища волонтеры уносят во властный реестр. Зараз там уже около 20 именов. И список пополняется по мере того, как группа доследует участки городских могилок. Нам некогда заниматься митингами. Мы слишком много слушали рассказы ветеранов о нашей Родине, о ценности нашей Родине. И о том, что эту Родину нельзя разбазаривать. И жизненная позиция должна быть такова, что мы должны эту Родину сохранить. Сохранить для потомков. Как сохранили когда-то ветераны ее во время Великой Отечественной войны для нас теперешних. Руками волонтеров добра упорядкована уже около сотни могил. И это только начаток. География проекта становится ширейшей. Да и года лучаются районы Гомельской области. Задачи уже вызначились. До 9 мая недогледженных похоронений в регионе быть не повинна. Перемогли разом. У Палацево-парковом ансамбле открылась экспозиция фронтовых листов Великой Отечественной войны. Гэты документы заховывают пульс того трагичного и героичного часу. Их писали люди разных национальностей и взрослых, которые разом отстояли свободу и незалежность своей краины. Листы советских солдат измещают цикавую для сучасного поколения информацию. Гэта не только особистые свечения и рассказы про боевые деньги, але ее свое особливое духовное послание зменуло хаспарадами и разважаниями об житте. Практически каждое письмо, оно содержит ту информацию, которая важна не только семьям, она важна сегодня всем нам. О том, с каким уважением они относились к своим родителям. О том, как верили в победу с 41-го года. О том, как старались помочь находившимся в тылу, скажем, или в эвакуации своим, скорее всего, в эвакуации своим родным. В этих письмах даже слова «мама» и «папа» во многих написаны с большой буквы. Как воспитывать и помогать воспитывать младших братьев и сестер. Как любить свою родину. Патриотизма им было не занимать. Выставу можно лечить международным проектом. Наведовальники смогут убачить фронтовые послания, які заховываются у музея Перамоги на Поклонной Хары и Центральным музеем Узбройных сил Министерства обороны Российской Федерации. Удельниками проекта так само стали Могилевский областный краезнавчий музей и районные музеи Гомельщины. У першиню экспонуются фронтовые листы семейных архивов Жихароу Гомеля и Добрушского района. Раскрыть талинт кожного. У Козинским дошкольным центры развития детяти есть все необходимое для развития творчого потенциаловых авансов. Установа протяглый час займае лидирующие позиции в регионе, а селета была занесена на областную дошку гонору по выниках работы за 2019 год. С деятельностью центра ознайомился Дмитрий Котау. Педагог – это не просто профессия, а призвание, сенс життя и стан души. Треба не просто бережливо ставиться до дитятя, а разуметь его спауслова, быть надейной опорой и соправдным сябром. Минавида таких принципов у своей работе притримливаются у Козинках. Крехубоч за 10 годов тому родовый сельский детячий сад повысил свой статус. Установа перетворилась у дошкольных центра развития детяти. С того момента подшался новый этап развития. Нам очень почетно, что в сельской местности все-таки нам придали статус в 2009 году дошкольный центр развития ребенка. Это то, что у нас хорошие условия созданы, все необходимое для детей. В своей работе все идет углубленно, потому что обычные методы воспитания, обучения как бы неприемлемы для дошкольного. Дети хотят знать больше новшеств. Одним из нововведений стал проект по энергосбережению. Педагоги мкнутся развивать допытливость и фантазию детей. А главное – научить их бережливо ставиться до энергоресурсов. Этот проект направлен на то, чтобы мы детей с ранних лет учили энергосбережению, энергоресурсам, чтобы наша земля расцветала и не засорялась мусором ненужным. Дети в наше время очень сидят много в гаджетах, много потребляют электроэнергии бесконтрольно. Поэтому мы учим детей, родителей и педагогов на примере нашего проекта, как беречь ресурсы. Сегодня в установе занимается около 120 детей. Зладженная и дружная команда центра старается в своей работе проявлять креативность и выкористовывать нестандартные подходы. В установе маленькие жихары-мазыршины могут бавить час за настольными гулями, принять удел в взаимальных конкурсах и викторинах, проявить себя в гуртках по интересам. Их тут, до речи, шмат. На прамки самые разные – спортивные, музычные, мостатские, театральные. У Козинским дошкольным центры развития детят есть все для раскрытия творческого потенциалу. Тут упевнены кожные талиновиты по-своему. Главное – своечасово это зауважить. У нас очень организовано много дополнительных образовательных услуг на платной основе. Это мы делаем только по опросу родителей, что кого интересует. Очень популярным пользуется у нас кружок иностранного языка, хореография, творчество, ткачество. Высокую планку установил, утримливая на протягу 10-ти годов. Козинский дошкольный центр развития детят неодноразово займал призовые места по выниках региональных конкурсов. И двойче был занесен на областную дошку гонору в 2012-м и 2020-м. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Мазырский район. На этом тыдне в Беларуси чекается снег. У авторок в нашем регионе будет воблачно, але без западков. Температура поветра в ночи складе до 3 градусов морозу, днем от 0 до минус 2. В Сираду чекается снег, ночью будет до минус 3, днем коля нуля. Подобный температурный режим захавается до конца тыдня. Синоптики попереживаются об мокрым снезе в пятницу и моцным тумане в субботу. Держаута инспекция нагадывая об неухильном выполнении правил дорожного руха и тем, что надошел час менять летние шины на зимовые. Умовы на дворье пагаршаются и автомобилистам левш не рызыковать. Это и атак самая иншая новинная информация об проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете. По адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершенный. Всех у добрых и до новых встреч у эфиры. Де-факто на телеканале Беларусь 4 в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. Смертельный пожар в Лоеве. Еще одна трагедия из-за непотушенной сигареты. В службу МЧС поступило сообщение. По улице Царикова открытым пламенем горит веранда и часть жилого дома. Огонь вышел на кровлю. Хозяин 1959 года рождения, безработный, со слов соседей, характеризовался посредственно. Во время разведки пожарные обнаружили его обгоревшее тело в одной из комнат. Огонь повредил кровлю дома, потолочные перекрытия и имущество в доме. Основная версия пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. В Гомельском районе задержан парень с пакетом марихуаны. Оперативники наркоконтроля Советского РУВД и сотрудники Гомельской таможни нашли у 18-летнего юноши полимерный пакет с измельченным веществом. Представители Комитета судебных экспертиз вынесли заключение. Это конопля массой более 710 грамм. Возбуждено уголовное дело. В Светлогорске женщину, которая чуть не сбила девочку на переходе, лишили прав и оштрафовали. 29-летняя местная жительница ехала на автомобиле «Опель» по улице Свердлова и не уступила дорогу 13-летней школьнице. Чудом ребенок остался цел, однако с места происшествия нарушительница скрылась. Запись с видеорегистратора очевидца попала в интернет и вызвала резонанс. С ее помощью инспекторы ГАИ нашли водителя, оштрафовали на 5 базовых величин и лишили прав на 3 месяца. Свою вину она полностью признала. В Добруше машина съехала в реку. Понадобилась помощь спасателей. В службу спасения поступил сигнал. Автомобиль Volkswagen Touareg съехал в реку Харапуть по улице Первомайской. С помощью буксировочного троса сотрудники МЧС вытащили машину на поверхность. Водитель 1992 года рождения не пострадал. В медицинской помощи не нуждается. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Беларусь4. На телеканале Беларусь4 Гомель. Новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Глеб Макаренко победитель Кубка Беларуси по греко-римской борьбе. Турнир проходил в Минске. Гомельчанин стал сильнейшим в весовой категории до 60 килограммов. Поднимались на пьедесталы другие представители нашего региона. Никита Челмай занял второе место. Бронзовые награды Кубка завоевали Никита Болотцев и Никита Гевросев. Команды Первой лиги футбольного чемпионата Беларуси сыграли перенесенный 14-й тур. Речицкий спутник уже в ранге победителя. Турнира ездил в гости к Сморгоне. Хозяева, забив на старте второго тайма, дважды создали преимущество, нивелировать которое у команды Вячеслава Левчука не получилось. Спутник сумел отыграть лишь один мяч. 2-1 победа Сморгоне. В Речицкой дружине предстоит провести еще два поединка. В среду перенесенный матч Сорше и в субботу матч 26-го тура против Слонима. Гомель продолжает борьбу за второе место. В 14-м туре зелено-белые с отсчетом 4-1 разгромили Новополоцкий Нафтан. Второй претендент на серебро и прямую путевку в элиту. Столичные Крумкачи также праздновали победу. Гранита обыгран 2-1. Команды в турнирной таблице разделяют два очка, так что все решится в последнем, 26-м туре. 21 ноября Гомель сыграет со Светлогорским Химиком, Менчани со Шмянами. Кстати, в 14-м туре Химик дома уступил 0-4 Гомельскому Локомотиву. Железнодорожники претендуют на четвертую строку в таблице чемпионата, которую сейчас с отрывом в один балл занимает Держинский Арсенал. Тут также все решится в 26-м туре. Локомотив ждет в гости Микошевический Гранит. Удачный дебют. Петриковский шахтер в первый год своего существования завоевал путевку в первую лигу футбольного чемпионата страны. В предпоследнем туре финального этапа турнира во второй лиге Горняки со счетом 2-1 обыграли своего главного конкурента молодечно и гарантировали себе второе место. Чемпион во второй лиге также определился досрочно. Им стал Могилевский Днепр. Роман Романов остановился в шаге от пьедестала на чемпионате Европы по велоспорту на треке. Континентальный форум проходил в Болгарии. Представитель Гомельской области показал четвертый результат в гонке по очкам. Ранее в шаге от пьедестала остановился еще один уроженец нашего региона Роман Тишков. Он финишировал четвертым в гонке с выбыванием. На чемпионате Европы сборная Беларуси завоевала две серебряные награды. Луанны Терех в скречи и Евгения Королька в омниуме. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.